Итак, коллеги, сегодня у нас, наверное, последнее в этом семестре заседание. Поскольку была объявлена микроконференция, будем считать, что это и есть микроконференция. Поскольку нет микродокладчиков, то есть у нас один макродокладчик, Алексей Анатольевич Гун из Принстонского университета. И, соответственно, все время, которое сегодня у нас есть до конца пары, все время его. Он уж сам определится, сколько на доклад, сколько на дискуссию. Значит, я на всякий случай напоминаю технические моменты, что если вдруг кто из студентов решит в последний момент писать реферат, то можете попробовать написать реферат по сегодняшнему докладу за обычным правилом, что в пределах 10 страниц, и реферат должен быть одобрен докладчиком. Хорошо. Чтобы у вас потом не было стыдно выкладывать, достаточно 7 минут. Так, соответственно, тема изучения процесса фрелаксации при помощи сверхбыстрой спектроскопии, как обычно, преданной листочкой, и даю слово. Спасибо большое за возможность рассказать о том, чем я занимался время в аспирантуре в Стэнфордском университете. Моя работа заключалась в исследовании всевозможных процессов, происходящих в конденсированной среде, то есть в растворах, при помощи метода сверхбыстрой спектроскопии, то есть при помощи секундных лазеров. И, как говорится, в такой спектроскопии есть масса приложений, потому что мы хотим понимать, как происходят процессы, как говорится, в самом что ни на есть. То есть, как происходят химические реакции, как происходят биологические реакции, как происходят структурные превращения. Нам нужно получить очень быстрое разрешение, и для этого необходимо, как говорится, обладать способностью генерировать очень короткие импульсы, ну и каким-то образом их применять. Я расскажу о нескольких темах, которыми я занимался. Занимался я в большем количестве тем. То есть, во-первых, расскажу примерно, как это делается, какие вообще лазерные системы существуют. Очень вкратце. Потом я расскажу о переносе протонов в фотокислотах. Фотокислоты – такие замечательные химические соединения, которые изменяют величину своего PKA, то есть способность отдавать или забирать протон при возбуждении оптическим излучением. И это делают очень удобными такими системами для всей высокой спектроскопии и, в принципе, для разных применений. Потом мы применили данную информацию для изучения процесса переноса протонов в полимерных мембранах топливного элемента. И, в общем, выяснили достаточно интересные подробности функционирования. Ну и в конце я расскажу о проекте, который я придумал сам. Мы изучали кинетику фазового перехода. Мне было всегда интересно знать, как быстро образуется лед и как быстро вода переходит в пар. Ну вот мы придумали какую-то технику для этого. Основной, говорится, вещью в этой области, основной технологией, это является технология называемых mode-walked wazers или вазеров с самосинхронизацией мод фактического излучения. Данная технология позволяет получать очень короткие импульсы. Причем принцип функционирования достаточно простой. То есть, если кто знаком с обычными лазерами, как у лазерной указки примерно, то у нас в лазере есть два зеркала, между которыми бегает электромагнитное излучение. То есть, набор моды электромагнитного излучения есть. Причем эти моды могут быть разной длины. И, как говорится, если мы возьмем все эти моды и подберем правильное фазовое согласование между ними, как, к примеру, здесь мы взяли моды с обычными фазами или с фиксированными фазами, то если мы фазово согласуем их в лазерном углу, то можно получать единичный короткий импульс. То есть, если есть среда с очень широким полосой усиления, есть механизм, который позволяет различные моды электрического излучения, чтобы осинхронизовать, то на выходе у нас будет иметься очень короткий импульс с очень широким спектром. То есть, как раз эти моды и суть размножения импульса в ряд фурьера? Да, эти моды есть суть размножения ритмуса в ряд фурьера. Вопрос как бы, всегда существует два вопроса. Как найти среду с очень широким полосой усиления? И второй, какой механизм подобрать для синхронизации мод? Они должны как-то самосинхронизоваться. Есть ряд возможностей, допустим, взять среду, которая просветляется. Если оптическое звучание сильно, то всегда станет прозрачным. Тогда, если мы очень много энергии накачаем в наш лазер, то в какое-то время он захочет как бы спустить среду с ней прозрачной и он спустит короткий импульс. В лазерах на основе Титан Сапфира используется называемая Керовская нелинейность. То есть, есть среда, у которой при волнении увеличивается поле большой интенсивности. То есть, если у нас есть оптическая вона, которая расходится, и ее интенсивность стала достаточно велика, то эта среда становится линзой и калибрирует эту волну. Тем самым, тем самым, топтический импульс высокой интенсивности испытывает, как правило, меньшие потери, является выгодным для генерации. Тем самым он и генерируется. То есть, вот такой принцип. Как в реальности это выглядит, но, к сожалению, здесь не очень много, слишком много света. Но это такая вот пустая коробочка. Там находятся две призмы, там их можем увидеть. Я, значительно скажу позже, приставы усиливающие на качество. Ну, вот здесь система приведена. То есть, у нас есть среда, которая обеспечивает генерацию с очень широкой полосой усиления. Есть две призмы, которые обеспечивают нерасплывание импульса при его циркуляции по оптическому дизонатору. И есть лазер на качество, который обеспечивает нерги наш осциллятор. И если мы все навадим, и навадить это очень просто, то есть не требуется большого умения, чтобы собрать эту электрическую систему, то на выходе мы получаем, как правило, лазерный импульс в длительности порядка 80 сантиметров секунд. То есть 80-10-15 секунды. Если хорошо поработать, можно получить еще более короткий импульс из данного системы навадима. А помните, FEMT это сколько? FEMT это 10-15 секунд. То есть 80-10-15 секунд типичное время для лазерной системы. Можно получить 4 фемтосекунды, если хорошо поработать. Если действительно компенсировать все дисперсионные проблемы, то можно получить 4 фемтосекунды. Мы получаем эти лазерные импульсы, все классно, они короткие, как и широкий. Это сколько периодов колебаний? Можно получить один период колебаний. То есть 4 это порядка одного? Порядка одного периода, да. 80 фемтосекунд порядка 20 периодов колебаний патического поля. На 800 нанометров длиннее звучения. В принципе, задача получения коротких импульсов решена в данной системе. У 20 периодов это уже достаточно широкая полоса по частоте получается. У 20 периодов достаточно широкая полоса по частоте. Это примерно порядка 10 нанометров оптической частоты. Не помню, сколько этого в обратных сантиметрах, но достаточно широкая полоса. Но можно сделать шире. И вот как раз из-за этой ширины вы подчеркивали важность бороться с дисперсией. Да, так как спектр широкий, есть все цвета. Каждый цвет имеет собственное показательное преломление. Дисперсия очень велика. Поэтому с ним нужно бороться. И бороться с ним можно. Можно делать зеркала. Можно сделать, если у нас есть хороший инженер и достаточно много денег, то можно сделать зеркала, которые будут иметь такую структуру электрических слоев, что разные цвета, отражаясь в них, будут претерпевать разную дисперсию. И таким образом можно манипулировать дисперсией в очень широком диапазоне двумоволны. И это большой бизнес. Это все оптический диапазон. Это все оптический диапазон, да. Нас интересует... Мы работаем в оптическом диапазоне. Можно работать в инфракрасном диапазоне, проблем никаких нет. Керогерцом сложнее. В рентгеновском тоже можно работать в диапазоне. Сейчас люди на этом работают. В Стэнфорде сейчас работают. Работают успешно. Но вот получили мы импульс. Он короткий, но он маломощный. А чтобы какие-то изменения вести, нужно, чтобы импульс был все-таки помощнее. Поэтому что делается? Нужно этот импульс существенно усилить. Но возникает, конечно же, проблема, что если мы возьмем короткий импульс и достаточную энергию в него поместим, то любой материал развалится при его прохождении. То есть оптические поля при фокусировке такой импульс становятся сравнимыми с полями, допустим, на первой орбите водорода, то есть на первой Боровской орбите. Поэтому нужно как-то усиливать более пелеган. Поэтому что делать? Соберется короткий импульс наш и запасывается на дифракционную решетку. Существо дифракционной решетки, что при дифракции такого широкополосного импульса красная и синяя длина волны проходят разное расстояние. Если мы дифрагируем импульс, потом его собираем, то находим и получаем, у нас есть короткий импульс, а на выходе, после прохождения, после дисперсии на дифракционной решетке, мы получаем импульс, наверное, примерно в тысячу раз длиннее. Как это понять физически? Почему происходит дисперсия? В длине импульса, да? Да, в длине импульса. Почему это происходит? Потому что у нас падает импульс, с дифракционной решетки отражается такой... Если у нас импульс в длине у нас был примерно от 3 микрона, то есть 180 мс, то при отражении дифракционной решетки его вновой фронт повернется, и импульс станет длиной порядка 3 см. То есть он примерно удлинится в тысячу раз. А зачем тогда мы боролись за то, чтобы импульс был коротким? Если потом его растягивать... Это интересный момент. Мы боролись за то, чтобы импульс был короткий, для того, чтобы импульс возник короткий, чтобы вся полоса усиления вдруг давала свой вклад в короткий импульс. Нужно сделать так, чтобы при каждом проходе импульс оставался коротким, чтобы механизм самосинхронизации функционировал. Механизм, естественно, не линейный самосинхронизации. Для его функционирования требуется высокая интенсивность. То есть требуется короткий импульс. Но как только мы его получили и хотим его усилить, для соображения безопасности нам нужно его растянуть. Что мы успешно делаем? То есть мы его растягиваем. Красный бедный волк будет сначала, сидеть в конце, дальше мы усиливаем и потом снова собираем. То есть мы растягиваем, собираем импульс. Тем самым мы усиливаем мощность импульса в порядка... Можно усилить примерно в миллион раз мощность импульса. И использовать его для реальной спектроскопии. Откуда энергия-то берется? Энергия берется из дополнительного вазера накачки. Но в нашей системе есть два вазера накачки. Один вазер накачивает наш вазер, производящий короткие импульсы, который на выходе импульса порядка 80 наноджоулей. Второй вазер накачки используют для добавления энергии в усиленный импульс. Импульсы выходят порядка 1 мере джоуля из него. То есть у нас есть источник энергии внешний. Один из них генерирует короткие импульсы, другой из них импульсы эти усиливает. Для того, чтобы импульсы усиливали, не разрушая оптическую систему, требуется увеличить длину, потом сжать. Так подобная система используется в радиолокации. То есть эта идея, называемая черпал-самплификейшн, усиление черпованных импульсов, пришла из радиолокации и используется тоже для усиления мощных импульсов радиоэффективного диапазона. Система выглядит примерно так, если бы не было бы видно усилитель. Довольно-таки красивая система. В этой части находятся дистрибционные решетки, которые ответственны за растяжение импульса и последующее сжатие. Здесь находятся так называемые чики-покерсы, которые берут... Так как у нас импульсы из осциллятора выходят каждые 12 наносекунд, часто повторяющиеся, как правило, мы вырезаем один, его усиливаем и даем пользователю. То есть у нас увеличивается энергия импульса, но уменьшается часа повторения. Вот импульсы получили, теперь давайте попробуем поделить какую-нибудь спинтероскопию. Стандартная спинтероскопия это пам-проб, то есть накачать, попробовать, накачка, проб и разрешение по времени. То есть, если мы хотим посмотреть, мы возбуждаем молекулы аппетическим импульсом, что с ней происходит, как она меняет свой, допустим, меняет свой спектр. И мы хотим это увидеть с очень большого времени разрешения, допустим, мы хотим увидеть, что происходит за пикосекунду, то есть за 10-12 секунд, что происходит спустя 180 секунд, то есть одно вибрационное колебание спустя. Это делается при помощи изменения задержки оптической между импульсом накачки, импульсом, который мы используем для измерения спектра поглощения системы. То есть мы накачиваем наш образец синим импульсом, используем зелененький для того, чтобы посмотреть, что изменилось. И варьируя задержку между импульсом, мы получаем хорошее разрешение по времени. А что мы измеряем? Мы измеряем изменения спектра поглощения или спектра пропускания образца. То есть мы делаем обычную... Вы знаете, как мы взяли нам какой-то образец, смотрели его спектр, дальше его возбудили оптически, смотрим, как спектр изменился. Такой простой вариант. Есть существенно более сложность петроскопии. Допустим, мы хотим посмотреть, если у нас есть оптическое возбуждение. Вопросы есть, ребята? То, что он синеньким, зелененьким изображен, это просто для красоты или это разная длина волн? В принципе, это, как правило, используется разная длина волн, потому что если довольно трудно понять на фоне и возбуждающегося, что происходит, то есть, как правило, лучше взять две разных длины волн, попробовать. Ну, просто удобно. В принципе, такой короткий импульс при прохождении, допустим, секундный импульс при прохождении через стекло обычное, существенно уширяет свой спектр, то есть, вы запускаете красный импульс, а на выходе видите белый свет. То есть, за счет фазовой самоподуляции нерейного процесса его спектр часто увеличивается, и это удобно для спектроскопии. То есть, мы можем какое-то одно длину волны возбуждать, а видеть изменение спектра по всему, допустим, видимо диапазону. И, как правило, так и делается. Можно, то есть, область линейной спектроскопии очень широкая, то есть, можно посмотреть массу интересных эффектов, допустим, если в каком-то объекте происходит герентная передача, то есть, допустим, происходит герентная передача оптического возбуждения. Сейчас у нас проект будет по изучению процессов фотосинтези. Там оптическое возбуждение ловится антенной, передается на следующий пигмент, и это происходит герентно. Антенны – это молекулы? Молекулы, да. То есть, такие молекулы красивого вида, очень красивой формы. И вопрос сейчас возникает, сохраняется ли оптическая, квантовая герентность между этими молекулами. И существуют методы, допустим, фотонного эха, которые позволяют это увидеть, то есть, позволяют увидеть сохранение герентности. Но это более сложные системы, мы ограничиваемся обычным методом, обычной спектроскопии. В реальности система умеется еще более сложно, то есть, у нас есть источник излучения. Дальше у нас есть преобразователь, который позволяет получать любую длину волны из нашего исходного излучения. Потом есть задержка оптическая, потом есть особая система, получающая белый свет, ну и, в конце концов, получаем спектр. Но идея проста, реализация чуть-чуть более сложная. Первый эксперимент, которым мы занялись, ну не первый, но один из экспериментов, это процесс переноса протона. Воспружден в состояние фотокислоты. Вот наша фотокислота, это такая молекула, состоящая из бензонных колец, и при фотовозбуждении от нее отваливается протон. Вот такой синий протон, синие, синий цвет. В общем, надо было понять, как же это происходит в детальности. Вот данная молекула еще раз изображена. Она очень удобна для приложения. Допустим, можно померить, попробовать померить кава-кислотность внутри живой клетки. То есть можно поместить данный объект в живую клетку, и по его спектру излучения, видите, допустим, где паша у нас семи, где паша у нас единица в клетке. То есть такие эксперименты были сделаны. И клетка останется жива. И клетка останется жива, да. То есть это соединение не токсично, во-первых. Во-вторых, оно... А этот импульс ее не убьет, который не присвящен? Клетку обычно не упустили, потому что там нечем погасить, как право, непрозрачное. То есть клетки, в принципе, если, конечно, если хорошо сфокусировать, то можно все, что хочешь прожечь, там и стекло разрушить, клетку и так далее. Но чем та же хорошая эта молекула, что она не фотоповреждается. Обычно если смотреть на пигменты, потому что я в джинсах каждый синий, они высветут через некоторое время. Потому что постепенно все красители теряют свои свойства красителей. Но эта молекула очень устойчива, то есть можно следить очень долго. И так же, чем хороша, если... Вот видите, группа OH, то есть протон прикреплен. Это молекула в протонированном состоянии. Когда она находится в протонированном состоянии, то ее спектр фуресценции имеет максимум... Спектр поглочнее, точнее, приемеет максимум при 400 мм. То есть эта молекула имеет синий цвет. Если протон отвалится от этой молекулы, то ее спектр поглощения сместится в более красную область, то есть сместится в более длино году, в область часов 50 мм. То есть по спектру поглощения и также спектру ее фуресценции очень легко понять, находится протон на данной молекуле или не находится. Это как бы очень такая удобная система. Более того, при фотовозбуждении меняется PKA, то есть при фотовозбуждении этой молекулы Протон имеет тенденцию от нее отвалиться, и молекулы получают зеленые области спектра. А тут важно то, что этот импульс очень короткий? Да, важно, потому что процесс отделения протона достаточно быстрый. То есть процесс отделения протона происходит на пикосекундной. То есть процесс, только его фото возбудили, молекула такая возбужденная, у нее такое неравнезное состояние, подбегает рядом молекулы воды, и протон отваливается. То есть происходит достаточно быстро. И поэтому важно иметь хорошее время разрешения. Чтобы сам процесс посмотреть. Чтобы просто кислотность в клетке померить, это, видимо, не важно. Да, чтобы собственно кислотность померить, это не важно. Чтобы посмотреть процесс, это важно. Но оказывается, смотря на процесс кинетики, можно понять больше, чем просто кислотность. Можно понять, какова структура воды. То есть об этом будет чуть дальше. В принципе, это несколько больше информации. И сейчас в нашем новой лаборатории мы пытаемся использовать эту систему в экспериментах с квантовым контролем. Потому что, если процесс происходит быстро, то он происходит, как правило, когерентно. И это дает возможность, как бы, больше и более хорошо управлять. Давайте перейдем к результатам. Итак, вот здесь приведены спектры. То есть, говорится, мы сначала молекулу фото возбуждаем. То есть, мы приходим в облуденное состояние. И спектр поглощения меняется следующим образом. Здесь у нас становится меньше поглощения. Здесь у нас становится больше поглощения. То есть, у нас здесь есть стимулированная миссия. То есть, молекула светит своим светом. А здесь у нас есть наведенное поглощение. То есть, она поглощает больше. И, смотря на временную зависимость данных спектров, вот эта кривая соответствует длине волны, где мы видим спускание состояния, когда молекула живет с протоном. Мы видим, что есть очень быстрый процесс, при котором протон отваривается, а потом он замедляется довольно долго. И, как бы, нужно было объяснить, почему есть две разные временные константы. То есть, есть выстрая константы, есть медленная константы. К тому же, оказалось, что, если мы возьмем эту молекулу, растворим ее не в воде, а растворим ее в тяжелой, допустим, в детуированной воде. То есть, вместо H2O будет использовать D2O. То есть, размешаем кучу детерия. Оказывается, что процесс замедляется. Вопрос, почему? Что происходит? Чтобы ответить на такие вопросы, говорится, что же есть, мы решили немножко поиграть с молекулами. И мы решили взять молекулу, которая очень похожа, на которую вместо водорода приведена группа CH3. Сметильная группа. Чем хороша эта молекула? В ней нет переноса протона. То есть, молекула возбуждается, ее свойства похожи, но протон в ней не отваливается. Оказалось, что, однако, несмотря на все это, при фотовозбуждении мы также видим изменение спектра, которое нужно каким-то образом объяснить. И объяснение этого спектра достаточно просто. Здесь у нас молекула есть. Молекула – это такой большой объект. При фотовозбуждении происходит перераспределение заряда. Молекула, однако, растворена в воде. Вода – это диэлектрик. Диэлектрик, чтобы показать свою диэлектрическую способность в полной мере, нужно некоторое время. Потому что диэлектрический отклик воды, как правило, связан с переориентацией молекул воды. Таким образом, когда мы фотовозбуждаем эту молекулу, то она сначала чувствует себя некомфортно. И через некоторое время, когда растворитель, как говорится, привыкает к появлению изменившегося распределения заряда, спектр молекул сдвигается в более длинноволновую область. Что мы как раз здесь и видим. Мы видим, что за 150 сантасекунд спектр эмиссии сдвинулся в красную область. То есть растворитель приспособился к наличию молекул. Таким образом, мы отсекаем один из временных параметров. Далее мы берем нашу молекулу, которую мы хотим изучать с группой OH, которая депротонируется, и помещаем ее в метанол. На удивление, хотя вода и метанол, в общем-то, похожи на жидкости. У них эти два химических соединения, жидкости при какой-то температуре, однако из-за различия в водородных связях, метанол не может применять молекулу протон. Таким образом, взяв нашу молекулу в метаноле, мы также видим, что мы наблюдаем только открыт растворителя. Таким образом, тоже можем его отсечь. Используя эти два эксперимента, мы приходим к поводу, что в нашей молекуле присутствуют два временных параметра. Один из этих параметров – это растворитель, который идентичен для молекул, который может отдавать протон, так и для молекул, который потом отдавать не может. Является просто свойством растворителя. И также мы находим, что у нас есть чистая кинетическая кривая, которая описывается диффузионно-контролируемой реакцией. То есть реакция, определяемая только, скажем, она происходит мгновенно при фотовозбуждении, которая описывает перенос протона. Причем мы можем видеть, что данный перенос протона отличается в гетерлижном растворителе. То есть у нас D2O и H2O. То есть отклик растворителя – это поворачиваются дипольчики? Да. Поворачиваются дипольчики. За какое время это обычно происходит? Это происходит за 950 секунд в воде. Однако наше… то есть оно проходит за 950 секунд, но в принципе может происходить быстрее. А в воде это быстрее или медленнее, чем в других диэлектриках? Вода достаточно быстро… допустим, в диэлектриках не обладающих водородными связями происходит более быстро. Допустим, ацетонитриум в нем нет водородных связей, а молекула достаточно мала. Может происходить перенитация гиполей за 50 секунд. То есть существенно быстрее, чем в воде. То есть вода, несмотря на то, что это очень легкая жидкость, там два протона и кислород, с момента энергии очень маленький. Однако наличие водородных связей делает ее существенно более медленный отклик. То есть вот эти водородные связи, молекулы между собой связаны, это мешает им поворачиваться? Да. То есть они должны перестроить свою водородную связь. Все-таки упоминали структуру воды вот этой. Да. Но мы дальше поговорим еще чуть-чуть о водородных связях. Теперь, имея некоторое понимание, что происходит в воде, здесь мы решили, как говорится, подумать о том, что происходит, если вода помещается в некоторую структуру, в оболочку. И это оказалось важным в практических применениях. То есть сейчас очень популярна наша водородная энергетика, что мы берем топливные элементы, берем водород с одной стороны, берем кислород и получаем на выходе воду и электричество наших потреблений. Для того, чтобы это осуществилось, необходимо, чтобы между катодом и анодом, то есть плюсом и минусом, существовало некоторое изолятор, который был бы, однако, проводить для протонов. То есть, чтобы у нас существовала проводимость протонная. То есть, как бы у нас молекулы водорода расщепляются, электроны пойдут в нашу электрическую сеть, а молекулы протона замкнут нашу цепь, рекомбинировав на свой катализатор данной области. То есть, стал вопрос важный, каковы свойства мембраны, которые служат проводником протона. И это стало более важным, еще к тому же понимать, следующий аспект имеется в этом устройстве. Водородные элементы работают при высокой температуре. То есть, когда вы включаете их, все они сами по себе нагреваются. Когда они начнут нагреваться, то вода начнет испаряться из этой мембраны, и мембрана сушится, и ее свойства ухудшаются. Нужно понять, что происходит в данных условиях. Для того, чтобы... Вот здесь видна структура, то есть, для мембраны это просто полимер большого количества фора, к которому добавлены сульфидные группы, делающие поверхность этого полимера заряженным. То есть, полимер неполярный, незаряженный, однако на поверхности полимера есть заряженные группы, которые могут служить проводниками воды, проводниками протона. И интересно понять, как протоны будут, как говорится, двигаться в данной среде. Стандартный параметр, который описывающий, как говорится, насыщенность данного полимера водой, это количество молекул воды на одну группу СО3. То есть, сколько у нас воды на нее приходится. И чтобы померить, как нужно взять весы, померить влажную атмосферу, посмотреть, сколько воды набирает на себя полимер. Структура полимера достаточно сложна, это такое сложное делать на заводе, там мотают на барабанах, никто до конца не знает. Однако, для того, чтобы понять, чтобы несколько произойти этот вопрос, мы взяли систему, которая похожа на полимер, так называемая обратная мицелла. Что такое обратная мицелла? Это маленькие-маленькие капельки воды, заключенные в большую матрицу неполярного масла. То есть, берем масло, берем воду, взбалтываем, получаются очень маленькие капельки воды в окружении масла. Однако, такая структура неустойчива, для того, чтобы она стабилизировалась, нужно добавить такие называемые сульфатанты, то есть, поверхностно активные вещества. То есть, активные вещества, они имеют не полярный хвост, а полярную группу. То есть, наше предположение таково, что все процессы переноса протонов и вообще функционирования в данной области, то есть, в данной каплике воды похожи на то же самое происходящее внутри, в глубине полимера используемых в нашем топливном омолене. А обратная мицелла, потому что вода внутри? Обратная мицелла, потому что вода внутри. Прямые мицеллы, когда вода снаружи, а не полярная вещь внутри. Вот там, обратные мицеллы. Они очень классные, если смешать, они получаются очень однородные. То есть, экспериментально их очень легко делать, они очень хорошо для изучения. То есть, они хорошо характеризованы, то есть, в зависимости от этого параметра лямба, то есть, сколько у нас молековой воды на одну группу СО3, в зависимости от этого приличается размер мицелла разных, количество разной воды в ней заключается. Очень удобно для эксперимента. Мы взяли нашу фотокислоту и поместили в оба соединения. Мы поместили фотокислоту внутрь обратной мицеллы, то есть, взяли мицеллы с перефотокислотой, они там строзировики, и также поместили внутрь полимер. Если хорошо прокипятить в горячей воде, то фотокислота туда идёт. Оказалось, что свойства их очень похожи, то есть, свойства стандартной скептифлористанции в мицеллах и в полимере на фионе, называемом, очень похожи. Что он дал идею о том, что происходят похожие процессы. То есть, перенос протона происходит, когда много воды. Если взять полимер, давая фионе кислоту, высушить его, то никакого переноса не происходит, протон никуда идёт, потому что для этого необходима вода. То есть, нужна гидрация. И также видим качество соответствия. Соответствие между чем и чем? Между обратными мицеллами и свойств полимера, используемого в топливном элементе. А где там в этой мицелле этот полимер? Извиняюсь, я, наверное, всех ввёл в конфузию. Наше предположение следующее, что внутренняя структура полимера и внутренняя структура мицеллы одинаковы между собой. Что можно изучать свойства полимера, используемого в топливных элементах, на модельной системе из обратных мицелл. А что в этой мицелле этот полимер? В этой мицелле те же самые поверхностные группы, которые окружают воду. И тот же самый, примерно тот же самый электрическая константа. То есть, вот это поверхностно-активное вещество, что там было или что там, содержит те же самые. Те же самые, да. То есть, вода видит те же самые химические константа. Оказывается, что, как говорится, чем хороша вода, она сам по себе чувствительные свойства к водородному окружению, которое находится вокруг неё. То есть, если мы возьмём молекулу H2O и для удобства растворим молекулу HHOD, которая, в общем-то, идентична к водородному окружению, то молекул H2O может быть как бы нам маяком окружающих свойств. То есть, и мы увидим, что наличие водородных связей от кислорода к протону разрыхляет потенциал, который существует между самим кислородом и самим протоном. То есть, в газовой фазе у нас частота вибрационных колебаний гораздо лучше, чем в воде. То есть, помещая молекул воды в саму воду из газовой фазы, её потенциал связи разрыхляется. Если мы возьмём ту же самую воду и поместим её внутрь мицеллы, то мы увидим, что при стремлении к мицеллу, то есть, если мицелла становится всё меньше и меньше всё в диаметре, то спектр вибрационной воды смещается в голубую область. Это говорит нам о том, что чем более вода стеснена в своём пространстве, то есть, берём воду и уменьшаем, уменьшаем её размер, тем мы более и более нарушаем водородные связи, потому что мы видим процесс, который обратен помещению молекулы HOD в воду. То есть, это как бы индикация того, что нано-конфаймент, то есть, нано-ограничения, ограничивают воду в её движении и разрушают водородные связи. Также это можно видеть при измерении, так называемой дистропии воды, что при пространственном ограничении воды у нас вода становится всё менее и менее мобильной. То есть, вода застревает в этих мицеллах, прикрепляется к поверхностным активным веществам и становится мобилизованной. Хотел рассказать немножко о полиационно-селективном измерении. То есть, в нашей нейронной спектроскопии есть способ, позволяющий нам измерить скорость вращения молекул. То есть, если у вас есть какая-то среда, допустим, те же самые молекулы воды, то, возбуждая её полиализованным оптическим излучением, потом измеряя излучением, полиализованным под углом, мы можем увидеть, как молекулы воды совершают вращательное движение. Такой эксперимент был произведён с нашей молекулой красителя внутри мицеллы. И мы видим, что если мицелла у нас не летит, то вода очень быстро вращается. То есть, её и пространственная нейзотерапия очень быстро стремится к нулю после возбуждения. Однако же, чем более и более ограниченной мы вводим её возможности вращаться, тем медленнее и медленнее происходит вращение молекул в ограниченных объёмах. Также мы можем посмотреть на асимптоматическое поведение при переносе протона. И мы видим, что в чистой воде у нас происходит так называемое полиноминальное спадание протонированного состояния. Если мы ограничим наш объём жидкости мицеллы, то мы видим, что меняется характер полиноминального спадания, когда протон достигает в качестве мицеллы. Эффект конечного размера является в том месте, где как раз молоко должен быть. чем более мы ограничиваем воду в пространстве, тем быстрее мы переходим к другим параметрам диффузии. И в конечном итоге хотел бы просто показать, что действительно получается, что полимеры, используемые в топных элементах, качественно и количественно похожи на внутреннюю структуру обратных мицелл. То есть, если кто-то из вас захочет понять, какие процессы переноса протона действительно важные для применения происходят в полимерных системах, то можете обратиться к обратной мицеллу. А где здесь лазером светят? Лазером светят, то есть все кинетические кривы, которые видели, все получены при помощи временошеллой спидроскопии. То есть опять идут через эту мицеллу два импульса? Первый возбуждает, а второй снимает спид. Да. Именно так. То есть все эти как бы измерения сделаны при помощи задушевлой спидроскопии. А где здесь важно то, что эти импульсы короткие? Так как, как говорится, на оси Х там время было в пикосекундах. Просто все процессы происходят достаточно быстро. Время жизни в возбужденном состоянии этой молекулы примерно 1,8 нс. То есть все нужно и успеть за это время померить. Я хочу перейти к последнему моему пункту доклада, который мне наиболее близок. Потому что я его придумал. В общем, как происходит кинетика фазового перехода? Мне всегда было интересно фазовые переходы, потому что это способ как природа себя организует в новое состояние. И в общем-то про кинетику фазовых переходов ничего не известно. Мы знаем равновесные свойства фазовых переходов. Мы знаем, что при давлении, при увеличении давления падает температура плавления. Такие свойства нам известны. Но вопрос, допустим, охлаждоберем воду, охлаждаем быстро. За какое время образуются первые ядра кристаллизации, такой вопрос в общем-то неизвестен. Для мотивации я хотел сказать, что здесь все пространственные масштабы, начиная от ядерной материи. Это масштабная структура Вселенной, где фазовые переходы играют роль. То есть устойчивость атомных ядер, потом тенденсивное состояние, то есть магнитная структура вещества, в биологии структура протеинов, их кинетика и их формирование, а также процессы, происходящие на поверхности мембран. Во всех них очень важно понимать, что происходит с фазовыми превращениями. Более практические вещи, допустим, солнечные батареи, полимерные солнечные батареи сейчас делаются, при которых сама трехмерная структура солнечной батареи получается при помощи быстрого охлаждения расплавленной смеси полимера. Когда получается очень интересная трехмерная структура, позволяющая до архитическому возбуждению эффективно преобразовываться в электрон. Также есть проблемы, связанные с смешанными жидкостями и процессы, происходящие на поверхности мембран. Фазовые переходы жидкости. Все знают со школы, что есть у нас стройная точка, есть у нас температура кипения, температура плавления, замерзания и так далее. Париометры порядка в данной системе это плодность вещества, то есть при увеличении температуры жидкости переходит газ и плодность падает. Другой пример системы, связанной с двухкомпонентной смеси. То есть смешали два вещества, нагрели хорошо, смешиваются однородно, температура упала, однородная смесь невозможна. И смесь двух веществ, допустим, воды и масла распадается на две компоненты. Хорошо известный вопрос. Вопрос становится, что мы можем сказать о пространственной структуре. что происходит в пространстве, то есть как сама света себя организует. Есть две модели. Одна модель, называется Макканна Хиллерда, которая говорит, что у нас есть какая-то света, первоначально однородная. Но в этой среде при увеличении температуры, критически, образуется некоторая, критическая длина волны, которая становится неустойчивой. И источник потенциально растает, тем самым добавя, проявляются две разные фазы. Одна фаза здесь красная, другая синяя. Они постоянно проявляются. Это происходит в критической точке, считается. Другая модель, что у нас есть ядра новых фаз, они образуются и увеличиваются в размерах. И, как говорится, интересно, вы видите это на эксперименте. То есть о модели Канна Хиллера, Хиллерда все говорят, но реально никто ее не померил. И вот мы пытались ее померить. Как это померить? Вопрос сложный. Для того, чтобы это сделать, мы придумали следующую вещь. Мы придумали, что у нас есть наша среда, которая происходит фазный переход. Есть молекулы, которые в ней плавают. Одни из них синенькие, другие зелененькие. Синенькие молекулы, они чем хороши, что если вы оптически их возбуждаете, то они при этой возбужденном состоянии передают свое оптическое возбуждение молекулам зеленого цвета. То есть у нас плавают красители. Возбудили синий, синий возбудился и передал зеленому свое возбуждение. Однако это происходит только в том случае, если среднее расстояние между этим молекулами меньше, чем фортеровская длина передачи возбуждения, то есть порядка трех нанометров. То есть если молекула синяя и молекулы зеленая находятся на расстоянии больше 4 нанометров друг от друга, тогда возбуждение перестает передаваться. Что происходит? Мы подобрем молекулу таким образом, чтобы при фазном переходе молекулы синего цвета оставались в одной фазе, а молекулы зеленого цвета переходили в другую фазу. Таким образом, при фазном переходе мы видим, что изначально мы возбуждали молекулы синего цвета афтическим образом и они давали нам флуоресенсию. И они передавали свою флуоресенсию зеленым молекулам. То после фазового перехода передача возбуждения будет запрещена. И мы будем видеть в результате флуоресенсию молекул синего цвета, то есть флуоресенсию молекул доноров афтического возбуждения. Проявляется это при помощи, то есть время жизни флуоресенсии афтической молекулы существенно возрастет после фазового перехода. Такой трюк. Используя передачу афтического возбуждения в качестве устройства регистрирующего пространственное распределение фаз с очень хорошим пространственным разрешением в 3 нанометров. Это пункт первый. Пункт второй. Очень трудно экспериментально быстро что-то охлаждать. Допустим, мы хотим посмотреть, как кристаллизуется вода. Для того, чтобы это увидеть, нужно воду быстро охладить, то есть забрать немного энергии. Физически это может сделать, но это трудно. Однако существуют системы, допустим, некоторые смеси, в которых фазовое рассвоение, то есть разделение на фазы, происходит при увеличении температуры, а не при ее уменьшении. То есть на первый взгляд кажется, что однородная смесь нам более выгодна в области энтропии при более высокой температуре. Однако так хитро получается, что соревнования между энтропией и энтропией вызывают инвертирование фазовой диаграммы, что однородное состояние более выгодно при более низкой температуре. А при повышении температуры более выгодным оказывается состояние неоднородное. Состояние раздражения на средней смеси. Какие временные масштабы вообще мы должны ожидать примерно? То есть за какое время происходит фазовый переход? Кто знает, какие плажи. То есть у нас какие-то молекулы выглядят, вращались-вращались, в том раз раздвигались на фазах. Ну вот данные симуляции показывают, что это может происходить за всякими насекомыми. То есть несмотря на то, что это кажется нам привычно медленно, однако некоторые симуляции показывают за наносекунду, некоторые показывают за пикосекунды. Непонятно. Я выбрал систему, нашел такую систему, которая позволяла нам наблюдать фазы перехода. Это смесь воды, так называемая диметилпиридина, фазовый диаграмм приведена здесь. Ниже этой температуры среда однородная, выше температуры среда неоднородная. Дальше я построил лазерную систему. Это какой переход? Первого, второго? То есть переход может ли быть он непрерывно реализован? По-моему это переход второго рода. Но это критическая точка, я смотрел в области критической точки. Тут уже не поймешь. Тут уже не поймешь, потому что есть хитрые, оказывается у фазовых переходов есть спиноидальная область, есть не спиноидальная область. То есть там есть барьер, нет барьера. В общем трудно понять. Вот такая фазовая диаграмма достаточно интересная. Оказывается очень популярно в области биофизики такие вещи применять, потому что у протеинов оказывается есть такая же особенность. У них есть температура холодного cold enfoading . То есть если мы привыкли, что берем протеин и нагрели его в воде, там яйцо в воде варим, протеин денатурирует при повышении температуры. Оказывается то же самое просто и при понижении температуры. То есть если его сильно переохладить, то он снова развернется. То есть здесь протеин можно охладить, он развернется, потом быстро нагреть он снова свернется в свою форму. Все это происходит из-за того, что вода оказывается увеличивает свою гидрофобную свойство при увеличении температуры. То есть яйца можно варить и холодом? Яйца можно варить и холодом. Денорация протеинов происходит при холодной температуре. И это очень удобно, потому что если мы хотим понять, как происходит выращивание протеинов в правильную конфигурацию, то импульс навазивно нагреть гораздо проще, чем охладить. Потому что ячейку очень трудно охладить. И это такое очень приятное свойство. Нашел молекулы, которые обладают свойствами передачи возбуждения кумарины. Эти две молекулы обмениваются возбуждениями. Вот здесь показано, как время жизни флуоресенции, когда оно было коротким здесь. Он существенно увеличивается, когда он переходит температуру пазовых переходов. То есть при рассвоении мы существенно подавляем передачу оптического возбуждения. И при рассвоении происходит увеличение движения флуоресенции. То есть все классно работает. По мере расстояния передачи возбуждения, оказалось, он 3 нм равнялась. При помощи измерения эффективности передачи эффективности гашения флуоресенции при разной концентрации молекул акцепторов. Собрал оптическую систему, которая генерирует инфракрасный импульс, который можно мгновенно нагреть слой жидкости. Также параллельно с ней идет оптическая система, позволяющая наблюдать изменения эффективности флуоресенции. Как выглядит генетика фазовых переходов на длительном интервале. То есть что мы здесь видим? Мы видим, что происходит быстрый фазовый переход. И дальше происходит снова охлаждение и перемешивание глушидкости. Если посмотреть поближе, то мы видим, что есть вероятность того, то есть такие данные первоначальные, что время фазового перехода в данной системе порядка 100 наносекунд. То есть за 100 наносекунд жидкость превратилась, то есть это примерно одна десятая одной миллионной секунды, жидкости разделились на фазы и образовались две разные фазы. Вот такой вещь. Дальше я написал небольшую модельку, как происходит возбуждение в неоднородной среде. И что выяснилось? Выяснилось, что если взять экспоненциальный рост доменов, который описывается моделью Канна-Хиллерда, то я не смог теоретически приблизить экспериментальной кривой. То есть нарастающий край экспериментальной кривой имеет явно другую характеристику, чем экспоненциальный рост возбуждения или устойчивости данной среды. Однако он хорошо описывается полиномиальным ростом размера доменов. То есть возникает ощущение, что первоначальные домены, образовавшиеся, имеют размер меньше, чем 3 нанометра. То есть домены образуются, причем быстро вырастают, а дальше просто начинают увеличивать свой размер. То есть это увеличение в размере мы здесь и наблюдаем. То есть при помощи модели Канна-Хиллерда инстанционное расстояние возбуждения описать данную кривой не удалось. Ну, в общем-то, на этом я хочу завершить мой доклад, поблагодарить слушателей за то, что они в такой поздний час пришли. И если у вас есть вопросы, я буду очень рад пыли. Есть ли вопросы? Хорошо. Тогда, может быть, я еще чуть-чуть прокомментирую. С немножко дилетантской точки зрения, поскольку это работа в большей степени экспериментальная, прежде всего я предлагаю удивиться и восхититься, что на сегодняшний день удается напрямую наблюдать очень быстротекущие процессы, про которые раньше, в общем-то, мы и не могли мечтать. То есть времена, за которые поворачиваются молекулы воды, как мы понимаем, это очень короткие времена. И то, что это наглядно видно на кривых релаксациях, это, в общем, достойно удивления. И, соответственно, многое из того, что вот раньше для нас представляло со себя некую вещь в себе, что вот молекулы и молекулы. Если там подлить кислоты, там она один цвет приимет, если там подлить щелочь и другой. Ну, в общем-то, вещь в себе. Происходит так, а примерно можно представлять, что там куда отщепляется, но вот детали, как это происходит, мечтать об этом считалось невозможно. Ну, что если вот раньше, где-то в начале 20 века, появились первые эксперименты по прямым наблюдениям атомов, потом уже ближе к нашему времени эти атомы научились там напрямую нащупывать, войдя, скажем, сканирующим микроскопом, то теперь еще и достаточно короткие разрешения по времени, чтобы еще обнаружить вот какой-то элементарный акт, как этот атом с одного места на другое перескочит. И для кинетики процесса это, наверное, важнее, чем разрешить, где там отдельный атом сидит, наблюдать именно процесс перехода. Да, сейчас, конечно же, пытаются комбинировать, то есть можно попробовать наблюдать времярешенные процессы на единичных молекулах. Это не является невозможным. Даже это возможно? Да, это возможно сделать, это пункт первый. Пункт второй, сейчас появляются все более-более короткие импульсы, сейчас появляются атосекундные импульсы, то есть можно все более-более шелик спектр. То есть можно увидеть кинетику при распределении электронов в молекуле. То есть еще более быстрые процессы, подсказящие. И третий пункт, сейчас в «Стэнфордском интернете» запустили ренгеновский вазен напустили. Основных boleh повреждений сделали ренгеновский вазен. То есть можно видить пространственно, как распределяться. Допустим, можно делать феентосекундную разрешенную ренгеновскую дифракцию. То есть, если у вас есть допустим протеины или какие-то сложные молекулярные структуры, то вы можете видеть пространственные изменения во времени с хорошим прямыми разрешениями. Если у вас у кого-то есть какие-то интересные идеи, что вас интересует, какая-то, эквентная физическая система, то вы можетеμη подруглиивать. То есть видимо, что дифракцию на электронном облаке и успеваем при этом заметить, как это электронное облако перестраивается Да, сейчас рентгеновский импульс имеет длину порядка 50 секунд То есть с таким разрешением мы можем видеть изменение геометрии молекулы Кокостова Оптические импульсы в атосекундную область сейчас приходят Мы можем видеть изменение электронного облака, наверное Понятно, что применительно к отдельным молекулам это уже разрушающее Да, конечно, это метод, то есть там в такой системе вам нужен, чтобы у вас, допустим, люменялся образец То есть все время новой области освещались, либо текла жидкость, допустим, и так далее Но есть совершенно шикарное кино, как молекула миоглобина, СО То есть при миоглобина к нему присоединяется молекула СО Есть кино, как эта молекула просто входит и присоединяется полученным таким кинетиком Я, на всякий случай, напомню, что у нас такое молекула миоглобина Это белок, который входит в состав емоглобина И, понятно, он обычно хватает кислород Но с угадным угадом он связывается более прочно, поэтому, собственно, люди угорают Да, то есть миограды удобно экспериментом делать Если не угорите, то делать это просто классно Понятно, что связанное СО удобнее исследовать, потому что это процесс, идущий более-менее в одну сторону Ну, то есть, на самом деле, очень мало процессов реально изучено То есть эта область огромна для применения и приложений В общем-то говоря, если у кого-то есть какие-то идеи Милости просят, все очень хотят что-то поизучить В следующий раз, может, я сделаю доклад более общим, так что разные вещи меряются На всякий случай, для студентов обращу внимание что-то Почему при измерении, скажем, распределении электронов в атоме Сразу ясно, что это заведомо для данной молекулы разрушающий процесс Потому что у нас есть соотношение неопределенности Если мы положение электрона хорошо померили То при этом мы ему передали такой импульс Что этот электрон из атома или из молекулы, скорее всего, вылетит Ну да, то есть Но мое небо разрушающим, потому что просто все горит И надо все менять Но с точки зрения квадрата механика, конечно, разрушающие измерения В нашем экспериментальном мире Уже второго порядка величина Так что... Вопросы не созрели? Ничего, в следующий раз Ну, слушатели, мы на шкупе Мы готовы оказались к таким экспериментальным тонкостям Вопрос такой, что дурацкий Как вы там оказались? И как ваше перемещение функций распределения по России? Я сам из Челябинска Потом я учусь в университете Потом я получил стипендию президента Ельцина В университете каком? В Южно-Российске, а совсем бывший ЧПИ Южно-Российский, да? Южно-Российский И потом там поехал в аспирантуру в Стэнфорд Все бесплатно, стипендию дают Мозги утекают Понятно Теперь в принципе-то не по сдохам дальше Квантовый контроль Ну да А давно по сдохам? Там мы все равно сейчас идем Мы сейчас там делаем квантовый контроль То есть пытаемся оптическими импульсами То есть оказывается импульсом можно Опять произвольную форму по времени Таким трюкам некоторыми То можно ли что-нибудь контролировать импульсами оптическими Или более эффективно молекулы различать между собой? То есть загнать последовательностью импульсов молекулу в строго заданное состояние? Да Ну или в практическом плане летим на самолете Думаем, что Варк распылил какие-нибудь бактерии Посмотреть самолеты есть еще там или нет Финансирование отсюда А в мирном плане попробовать сделать более эффективную схему чтения последовательных молекул ДНК То есть сейчас такой большой бизнес Поэтому вдруг получится Ну классно А где вы сейчас больше? В России? Ну сейчас я в принципе часто здесь бываю Но вроде как в нашем Урале Они хотят сейчас сделать visiting professors Что можно больше, больше возможностей Спасибо большое за внимание, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому